Привет, зрители! Звоня еще на руке. Я думала, я успею сидя нормально записать ролик, но оказалось, что меньше, чем через 40 минут нам надо выдвигаться. Есть возможность уехать в деревню на полдня, побатрачить там на благо нации, ну в смысле самих себя, и увезти кое-какие вещи. Вот этот туалетик, вон там этот умывальничек, ведерко под мусор. А это я вот, ну как бы, я долго думала, что потом подумала, что основную часть можно сейчас взять, а потом уже довезти. Крем-бот. Ну это лосьон для тела, да, от подписчицы Лёли. Привет, Лёля, если это может узревать. Это у нас Эйваны Марии для рук, ног, тушки. Для лица я потом возьму. Зубная шотка. Зубная паста корейская. Одна, я решила полноценный флакон взять, одна будет тут у меня, которая на уход была заявлена, уже начатая, другая пусть там будет. Пэрик из водорода, мыло от Лёльки, банное, которая вот, от той же самой Лёльки. Ну это всё в косметичке будет. Ай шо, зритель. Да, моя ягода сегодня спала со мной. Сейчас на стульчике там сидит. Я вообще как бы наметила взять всё, что вот как бы понадобится такое. Вот это вот. Он и вместо кофе, и вместо какао. Ну тот, который совсем вместо какао, я его совсем чуть-чуть его потом куплю. Я вчера с озона забрала это сухое молоко. Хотя вот это, да, может быть картошка. Так. Тут надо глянуть. Тут такое. Я, конечно, ещё не успела найти эти перчатки велосипедные вчера. В общем, я беру с собой зелёный чай. Я беру, не знаю зачем, фольгу. Ну, малый там чёрт. И плёнку пищевую. Вот это вот молоко сухое, дедишевское. Вот которые большие упаковки по килограмму. А ты поняла, что они вот все одинаковые пакеты. А которые маленькие, у них трои какие-то дизайны. Это картошка сушёная. Ну, пюре-школ. А это молоко сушёное. Это у нас будет ройбург 100 грамм. И зелёный чай 100 грамм. Я не знаю, у меня там вроде чёрный чай оставался, но... Надо на месте уточнить. А, это всякие такие трутики-носочки. Что-то я ещё тут такое хотела показать. А, мука. Гороховая, чтобы творить гороховый суп. Цикорий. Мне, кстати, вот этот очень нравится. Цикорий. Я его только... Цветофорий вижу. Он там дешевле стоит. Как бы большой объём сразу. А, тут ещё какая-то требуха. Ну, короче, побольше части из еды... Вот это вот. Я хотела изначально так, уже несколько месяцев назад, подумала, что... Когда прониклась с сухим молоком, чтобы было бы прикольно взять с собой сухое молоко. Пюрешка растворимая, где картошка и соль. Батон, значит, этот самый... Кыроп с цикорием напопить. Ну, и мука. Я её в прошлом году ещё брала делать суп гороховый. Я тут ещё на днях замутила штуку одну. Там сало. Ну, короче, зажайку делала на сале. Я почитала, что это вполне можно сувать в суп. И вообще можно делать зажарку. И, короче говоря, вот сделала такую зажарку. И, думаю, потом её с собой уже, когда поеду, взять. Так, суп на ней делаю. Ещё там одну штуку хочу потом сделать. Такой короткий этот. Влог. Монтировать я его уже буду, когда приеду домой. У меня тихо течёт нос. А такая сегодня мигрень и вся с утра была. Котёнок сходил. Я её вовремя пресекла. Ну, в смысле, поняла, что она вякает. Сходил в туалет. Два раза и третий раз мимо. И сейчас вот оно тут. Алиса. Алиса. Ну, она вообще, как бы, когда теряет у меня, я в одной части квартиры, а она в другой, то она на голод бежит. Я её забу сейчас пока Алисой. И тут дрожит рука. А с ней, соответственно, ложка. Тут чёрный сладкий чай с букетом Амхазии. Ибо 12 часов, наверное, ещё не прошло с момента, как я таблетку ела. Вообще, я как бы не в курсе, сколько там часов должно пройти, когда вы обезболивающее ели. Мур-мур. Вот погладишь, а сразу мур-мур. Дальше можно даже уже и не гладить. Короче, она сама забирается на кровать. Спала со мной. Она мякает, когда надо, чтобы её погладили, взяли на руки. Ну и мякает, когда потерялась. Ну, пока ты зритель. Не забудь поставить палец кверху.